На территории Оренбургской области разворачивается настоящая экологическая катастрофа. В Ташлинском районе компания Сладковско-Заречная, входящая в группу Сафмар, миллиардера Гуцериева, ведет варварскую разработку нефтяных месторождений. Птицы практически не стало. В огороде плохо все растет. Запах очень отвратительный. Дышать вообще по утрам очень плохо. Бывают такие дни, что на улицу вообще невозможно выходить. Тошнотворно все. Дочь у меня с Оренбурга практически перестала ездить, потому что здесь дышать нечем. Она не переносит вот этого запаха. Что еще? Природа зачахала практически вся. Практически не стало. Грибов, ягоды не стало. Лес голый стоит еще. Об эту пору уже лес все зеленый. Лес все голый. Земля родить стало плохо. В огороде стало плохо все расти. Мы знаем, что были смерти на Сладковско-Заречном, то есть умирали люди. Там, да. За последний год, я не знаю, не верить, но 15 человек было. Именно там на месторождении? Да, на месторождении. Ну, там запах, конечно, что говорится. Здесь через один онкология у нас в деревне. Через одного? Через один, считай, практически. Да, и в основном молодые женщины. Как изменилась ваша жизнь за последние пару лет, с тех пор, как началась разработка месторождение? Здесь в этом году у всех почти онкология. Вот все, кто здесь. У меня онкология, у Любашки прооперировали. Онкология, онкология. Ногу от месицкой Тони там ели, ходит Любашку, вот только и откачали. Это не просто так. Это не просто так. А люди задыхаемся. Дышать нечем. Дышать невозможно. У меня уже по коже пошло. Ну, я вот, допустим, в 17-м году, до этого, до 17-го января, до декабря месяца, я прекрасно чувствовала себя. Были позывы, вот все нормально. Пока вот не нашла вот эти шишки по шее. Онкология, капиллярная карцинома, четвертая стадия. Разрезали от уха до уха. И к чему это приписать? Я даже не могу. Я понимаю, что это все идет оттуда. Испроста вот это все раз, и началось вот это прогрессирование. Выбросы с месторождения Сладковско-Заречного газов дошли уже до Казахстана, и скандал вышел на международный уровень. Это письмо из Министерства энергетики Республики Казахстан на имя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Нефть, добытую в Ташлинском районе, везут на нефтеперерывной пункт, расположенный в поселке Переволодский, который находится всего в 70 километрах от Оренбурга. Там работает компания «Триумф», терминалы которой находятся практически в центре Переволодского. Жители Переволодского также страдают от выбросов газов, которые случаются при переливе нефти из автоцистерн в цистерны железнодорожной. Я говорю, я сама не соображу, что такое со мной, потому что у меня уже... То есть вы уже находились в состоянии отравления в тот момент? Да, уже в состоянии, да, у меня уже что-то все плыло, ну и все. И я уже не помню, как я дошла до кровати, и все, и меня постоянно тянет спать, спать. И на время смотрю на часы и вообще не вижу, вот у меня как будто это перед глазами что-то какой-то туман. Ну и все, а потом он встал утром и, говорит, всю ночь воняло, хотел окно открыть, проветрить. Открыл и прям тут же, я уже это видела, и прям тут же закрыл. Там, говорят, еще сильнее пахнет на улице. Все, я постаралась вот так, хотел приподняться, и все, и упало. У меня все. То есть вы потеряли сознание? Да, я отключилась прям. И он вызвал скорую помощь. Он вызвал скорую помощь. Мне тоже плохо было. Ну, да. Как кому-то пьяный, слабость, голова болит. Ну и все, вот уже. Тошнило. Да, и меня тоже тошнило. Скорая помощь, когда приехала, ну, мне сразу они оказали помощь. А он, говорит, мне тоже плохо. У меня, говорит, я чувствую, у меня, наверное, давление уже. А кому из вас поставили диагноз средней степени тяжести сейчас? У кого? Ну, его, потому что, когда мы на скорой ехали, меня тоже накололи, уколы. Я поехал сопровождать ее. Мне полегче стало. А он сознание потерял уже в этой, в скорой помощи, в этой, в машине. Он сидел и упал. Поэтому его сразу в реанимацию, а меня вроде бы как это, еще так ничего сюда привели. Это невыносимо, это нельзя. Это невыносимо, это вообще ужас. Если у нас власть что-то имеет от этого, а мы почему должны травиться? Почему наши дети должны, почему наши внуки должны травиться этому? Почему? Кролики, 8 кроликов у нас дохнут. Кролики дохнут у нас, птица дохнет у нас. Ну, почему мы должны это терпеть, это все? 8 кроликов сдохло. А я не знаю, это кормим. Вот. От чего? Когда начали резать, ну, дохлого зарезали. Потому что печенка там разложена. Печень разложена у кроликов. А печень от чего? От травления тоже. От травления только от этого. В 2019 году в Оренбургской области сменился губернатор. На место губернатора Берга был назначен, а потом и победил на выборах представитель Единой России Денис Паслер. Он обратил внимание на ситуацию. Нефтяники поставили посты экоконтроля в Переволодском и в Ташлинском районах. Однако к лучшему ситуация сильно не изменилась. Жалобы на присутствие посторонних газов в воздухе продолжают поступать до сих пор. Продолжение следует...